Шаром из Иерусалима! Мы продолжаем наши беседы, пытаясь углубиться немножко в основу нашей веры. И сегодня мы поговорим про тему заповедей. Мы в вечерней молитве говорим перед благословением во втором благословении, что заповеди, они наша жизнь и длительность наших дней. Он действительно разбирает, что значит наша жизнь и длительность наших дней. Мы сейчас не будем ходить в этот нюанс. Но там звучит такая фраза, что заповеди, наша жизнь. Немножко сегодня попытаемся понять, о чем идет речь. Понятно, может быть, люди говорят, что здесь понимать. Мы живем по заповедям. Но сказано более точно, что заповеди, они и есть наша жизнь. То есть не мы живем по ним, они наша жизнь. Есть интересный взгляд такой на сами заповеди, на их появление в мире. Мы видим, что создателем первого человека он получил шесть заповедей. Потом еще одна заповедь была добавлена им уже человечеству в поколении Ноаха после потопа. Когда ему было разрешено Ноаху и его потомкам было разрешено есть животных. До этого все были человеку первому, его потомкам было заповедное есть с плодов земли, то есть только растительная пища. И уже в поколении Ноаха после потопа по определенным причинам Всевышний разрешил есть животных. И поэтому была добавлена заповедь не есть от живого. То есть получается, что с появлением человека сразу были даны ему шесть заповеди. Потом есть большой такой период тишины, духовный, так назовем. Сколько? Где-то тысячу лет, десять поколений до прихода в этот мир нашего прадоца Авраама. И уже с появлением Авраама Всевышний добавляет ему еще одну заповедь. Обратите внимание, каким образом эта заповедь добавляется. Да, это заповедь обрезание. Называется словом брит. Можно сказать, что можно приставить две двери. Так, обратите внимание, это заповедь брит мила, обрезание. На иврите называется словом брит союз. То есть Всевышний заключается Авраамом союз. Мы сейчас посмотрим, в каком стиле, в каком образе эта заповедь появляется. Всевышний дает заповеди Аврааму. Я прочитаю нам недельную главу Лех-Леха. Это 17 глава в книге Берешит, с самого начала. «И был Аврааму 90 лет, 9 лет. Явил себя Всевышний Авраам и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь совершенен. Я положу, и положу я мой завет, мой союз между мною и между тобой, и множу тебя чрезвычайно». «И пал Авраам на свое лицо и изрек при нем Бог, говоря, «Я, вот мой союз с тобой, и ты будешь отцом множества племен, и не наречется тебе впредь имя Авраам, и будет имя твое Аврагам, ибо отцом множества племен поставлю тебя. Я расположу тебя чрезвычайно и поставлю тебя над племенами, и цари от тебя произойдут. И я установлю мой завет между мною, и между тобою, и между твоим семенем после тебя, и в родах их вечным заветом, то есть вечным союзом. Быть для тебя Богом и для твоего семени после тебя, и дай мне тебе и твоему семени после тебя землю, проживание твоего, всю землю Кнана, повладение вечное. И я буду им Богом. Сказал Всевышний Аврааму, а ты мой союз соблюдай, ты и семя твое после тебя в их родах. Это мой союз, чтобы вам соблюдать между мной, между вами и между твоим семенем после тебя. Обрезано будет у вас все мужское». Да, на иврите на русском писали «Обречьте вашу крайнюю плоть», но на иврите в Торе нигде не сказано, что это крайняя плоть, сказано «Урла». Поэтому дуэци в Талмуде спрашивают вопрос, что это за урла и где она находится. То есть в итоге понятно, что речь идет об этом, да, но с точки зрения перевода просто «урла» это не переводится «крайняя плоть». Урла – это то, что скрывает что-то. Поэтому есть урла в понятии фруктов, в которых, не знаю, есть четыре года, есть урла, которые находятся у нас на сердце, которое закрыто от слов Всевышнего на ушах, айсарельсфатайм и так далее. Поэтому то, что сказано здесь, и будет обрезана у вас крайняя плоть, с точки зрения перевода это не совсем верно. Урла – это не крайняя плоть, с точки зрения смысла это верно. Поэтому будет обрезана у вас урла у каждого мужского пола, и будет вам это советом вечным, между мной и между вами, восьмидневно будет обрезан у вас весь мужской пол в родах ваших, рожденный в доме, куплен за серебро и всего чужеземного, то есть другие людей, которых мы покупаем, рабы там и так далее, кто из ни семени твоего. И обрезан он будет рожденный в доме твоем и куплен за твое серебро, и будет завет мой, союз мой на вашей плоти, заветом вечным и так далее. Здесь это очень важный пасук. Тоже здесь немножко перевод, я перевожу это сам. А тот, кто будет не обрезан у вас мужского пола, будет отсечена душа его от народа. или ее, в виде сказано ее, то есть ее это будет отсечена эта душа от ее народа. Потому что мой союз расторг нарушил. То есть мы видим здесь интересную вещь. Здесь 14 пасуков, которые говорят про про союз Всевышнего с Авраамом. Это обрезание. Теперь обратите внимание, каким образом здесь это фигурует. Это не какая-то заповедь религиозная, что нужно восьмидение обрезать себе ребенка и так далее. Всевышний заключает союз. Это договор наш с ним, мы запечатываем в нашем теле. Наша тема сейчас не самообрезание, почему именно на этом органе и так далее. Но здесь есть о союзе. Всевышний обещает, что я сделаю тебя народом великим. И дам тебе эту землю. И в тебе благословятся другие племена. И ты будешь на них властвовать. И с тебя выйдут другие народы и племена и так далее. И дам тебе землю канонского владения вечное. И ты со своей стороны сделаешь обрезание на себе и на всем твоем потомстве во всех поколениях. То есть, обратите внимание, это не как бы какая-то религиозная заповедь. Это вопрос как бы, у нас есть договор на землю. У нас договор есть, будешь ли ты народом великим. Вопросы богословства в тебе все при нас земные. Вопросы, ты будешь многочисленным, важным и так далее. То есть, Всевышний дает заповедь в контексте, что это заповедь, с помощью которой осуществляется, реализуется в мире идея народа такого. То есть, может быть, это немножко влияет нашему религиозному духу, но это должно укрепить наш великий дух. Что когда мы делаем обрезание, это не я должен сделать своим сыном обрезание, а я хочу реализовать в этом мире союз Всевышнего народа Израиля. Все, как здесь написано, в праве владения на эту землю, чтобы в мире вообще был такой народ многочисленный, мощный, развитый, в котором благословятся все остальные плена земные, я, будучи частью такого народа и будучи частью этого союза, подтверждаю эту, закрепляю эту, продолжаю эту вещь. И то, кто не делает эту вещь, да, здесь наказание корет, обычно за заповеди делай. У нас нет наказания корет, есть только две заповеди делай, за которые есть у нас корет. Обратите внимание, они обе связаны с рождением народа Израиля. Первое, это обрезание, здесь сказано, что душа будет освящена от ее народа, хотя у Враама еще нет никакого народа. Но так как тема здесь народ, то каждому сделает обрезание, его душа будет освящена от ее народа. То есть должен делать обрезание, это не что он заповедь не выполнил, он такой нерелигиозный человек. Он этим самым отек себя от народа, он не часть народа. Народ Израиля, это народ, который делает обрезание, это союз над Всевышним, быть народом. Ты не хочешь быть народом Всевышнего, Хасвашилов, ты не делаешь обрезание. Это не функция как бы религии. Мы говорим здесь про народ живой, существующий, живой в своей земле. Этот народ, народ Всевышнего, у нас с ним договор, мы подписываем его на своем теле. Вторая заповедь, это заповедь принести в жертву пасхальную жертву. Обратите внимание, люди иногда путаются, думают, что есть обязанность, есть пасхальную жертву. Хотя есть такая обязанность, но из-за нее нет карета. Карет полагается только тому, кто не принес пасхальную жертву. Пасхальную жертву. И каким образом она приносится, что все там, должен быть такой количественный человек, которые могут съесть этого пасхального ягненка, так один из них, он шалия, посланник всей хавуры, всей этой общности небольшой, которая на него там подписалась, и он его в храме приносит. То есть тем самым, что он их шалев, он его там зарезает, то считается, что все остальные выполнили эту заповедь. Но потом, если человек не съел пасхальную жертву темным причинам, это не делает ему карет. Он заповедь, заповедь делал из Торы, но за нее нет карета. Карета есть только тот, кто не принес жертву пасхальную. То есть это, опять-таки, тут тоже, да, мы сейчас поговорим про Песах немножко. Это заповедь, которая связана с рождением народа. Мы видим, что первая заповедь, которая дана народу Израиля, Аврааму, и она сказана, поколение в народе и так далее, это заповедь, которая связана с рождением народа, его существованием, величием и так далее, с его наследованием этой земли. То есть заповедь из нее фигурирует как какой-то религиозный акт. Это абсолютно, как бы, как сказать, реальная вещь, которую Всевышний обещает Аврааму, что от тебя выйдет народ огромный и многочисленный. Потом, когда мы перепрыгиваем несколько поколений, в поколение выхода из Египта, потому что до этого периода снова было большое затище, хотя мы получили еще одну заповедь запрет, вернее, не заповедь, а запрет, не есть седалищный нерв, как называется, гидоноше, связанный с Иаковым, но это не было заповедь дела, это был запрет не есть ее только, поэтому мы сейчас на этом не останавливаемся. Мы переходим дальше к периоду выхода из Египта, что до этого периода, в принципе, у нас нет больше заповедей. Получается, у нас первая заповедь появляется с Авраамом, это союз на будущий народ, на землю, связь с землей и нововеличие в этом мире. И дальше у нас есть тишина. Почти тысячу лет у нас есть тишина. И когда народ из Израиля начинает выходить из Египта, уже в Египте начинает зарождаться модель народа уже, то там появляются заповеди. И теперь обратите внимание, каким образом там заповеди появляются. Еще более, как бы, ярким образом, чем это было у нашего проста Авраамом, потому что Авраам не был еще народом, только обещалось это все. Здесь уже есть народ, и все заповеди связаны с выходами из Египта, включая первую заповедь, этот месяц будет во начало месяцев, и все заповеди Песоха, они связаны с тем, чтобы выйти из Египта. То есть те, кто не последовали еврейскому календарю, не сделали этот месяц с начала месяца, те, кто не взяли себе ягненка домой, те, кто не зарезали пасхальную жертву, те, кто не помазали косяки дверей кровью и так далее, то есть те, кто не исполнили заповеди пасхального Седера, они не вышли из Египта. Их первенцы умерли, они не вышли из Египта. То есть мы видим, что когда есть народ, то есть заповеди. И заповеди появляются таким образом, что это заповеди, которые они не даются народу, а они рождают народ. То есть в Египте заповеди, которые мы получили, эти были заповеди, которые родили народ. Те, кто это так не сделал, они не выжили. Вот еще раз, обратите внимание, это не какой-то религиозный акт, который нужно сделать в имя Бога, божества какого-то и так далее. Это всевышленные заповеди, которые реально нас родили там, да, или дали нам существование. Те, кто этого не сделал, они не вышли из Египта. То есть мы видим, что заповеди, они, мамаш, как сказать, это наша реальность, это наша жизненность в них, наше существование, оно зависело от этих заповедей. И те, кто не должны были верить в эти заповеди, надеяться, что так, те, кто не заедал козленка, ягненка, не вышел из Египта, его первенцы были убиты и так далее. То же самое продолжение этого, когда мы выходим из Египта, то у нас сразу появляется заповедь, связанная с Шаббатом. Начинает выпадать ман, заканчивается маца, тесто, которое мы вынесли, и начинает выпадать ман. Всевышний говорит, что шесть дней будет выпадать, седьмой день не будет его выпадать. Снова обратить внимание, что заповеди, связанные с Шаббатом, появляются не как какой-то религиозный акт, а появляется как вещь, которая от нее реально зависит наше существование. Мы шесть дней, по слову Творца, должны были собирать ман, и в седьмой день его не собирать. Это была наша пища. То есть заповедь Шаббат появляется здесь, как заповедь, которая связана с нашей жизненностью. Поэтому, как раз в книге Кузари, Кузарский царь, когда слышит это объяснение от мудреца, он говорит ему такую фразу, человек, который был там, был обязан принять на себя Шаббат. То есть у тебя не была какая-то интересная идея, какой-то культ и так далее. Ему говорят, смотри, ты хочешь есть, ты хочешь жить, так здесь существует. В седьмой день не собирает. То есть Шаббат там проявился как реальность, как жизненность, как часть процесса насыщения человека, как часть его существования в пустыне, бесплодной, безлюдной, безжизненной и так далее. Вдруг попадает тебе пища с небес, и она работает по другому образу. То есть Шаббат, это была, Всевышний проявил Шаббат, как жизнь, как часть нашей жизни. Так народ Израиля живет. Или ты жизни не собираешься, и в Шаббат нет, либо у тебя это потом, кто собирает больше, гниет, как написано в Торе и так далее. Поэтому мы видим здесь то, что говорят наши мудрецы, поставили нас в нусах вечернего благословения перед Шума, и там мы говорим что заповеди на наша жизнь. Видим, что появление заповедей, первые заповеди, которые мы получили, они были реальные заповеди, которые были связаны с нашей реальностью. Потом были добавлены еще другие заповеди, которые, может быть, можно их объяснить по-другому, и они уже были как бы настроены над это. Но эти основы, обрезания Песах и Шаббат, видим, что это заповеди, которые мамаш Хаейну, они наша жизнь, наша реальность. Мы не соблюдаем заповеди, а мы живем по ним. Это вещи, которые осуществляли нас, оживляли нас. То есть Тора нам проявляет, Тору в поколении выхода из Египта, не как очень мудрую книгу, которая, у меня есть много хороших наставлений, там, советов религиозному человеку, а как реальность жизни, что эти заповеди, они тебя, ты по ним живешь. Конечно, это учит нас на все остальные заповеди Торы. То, что Всевышний заложил так, что первые заповеди были проявлены нам таким образом, да, где Всевышний проявил себя, как тот, кто давал пропитание народу, тот, кто освободил свой народ, тот, кто вывел свой народ, кто-то убил врагов этого народа, кто-то защищал свой народ, кто-то осуществлял в пустыне, несколько миллионов человек, давал им пропитание, защиту и так далее. И заповеди появились в таком контексте, да, это показывает, что заповеди, они есть наша жизнь, наша реальность. Это не вещь, которую, как бы, религиозные люди принимают заповеди, да, это реальность нашей жизни. И поэтому все страны и заповеди, которые были добавлены, они уже были настроены над этим. То есть получается, что народ Израиля соблюдает заповеди, чтобы быть народом. С другой стороны, да, только после того, как мы народ, как мы выходим из Египта, или как в Египте мы еще становимся народом уже, как бы, да, из рождения народа, то им даются заповеди, да, это связь. Поэтому попытаться сказать, что есть возможность, чтобы в мире был народ Израиля без соблюдения заповедей, это не вопрос, это светское религиозное государство, это чисто национальное самоубийство. Если вы помните, то наши беседы начинались вообще с темы культурный переворот, из попытки сегодня изменить культурный фон нашего государства, его ценности, стремления и так далее. Так, одна из вещей, да, что пытаются, то, что называется, отменить, разделить между религией и государством. Я думаю, что с этой точки зрения может быть и эта идея верная, потому что действительно между религией и государством нет какой связи. У нас нет какой религии. На сторону наша жизнь. Мы видим, что эти заповеди, они реально были нашим существованием и остаются. И сегодня, если мы посмотрим, что возьмем, допустим, реформистское движение тех евреев и неевреев, которые мелькнули к этим запутанным евреям, которые решили по тем иным вершинам, что Тор это религия. Есть вещи, которые они непонятны, странны, устарели, знают, там делают нас уже быть такими ретро-людьми в глазах мирового сообщества и так далее, что мы тут уже 3000 лет тянем и какие-то там обычаи и так далее. Поэтому часть вещей нужно ставить и так далее. Давайте посмотрим не на то, что каждый говорит, там и угрожает, тут есть у нас к выборам, есть люди, которые пытаются показать, что там, соблюдающие люди, такие-то люди черные, там, из прошлого столетия. Давайте посмотрим, к чему приводит реформизм. Если у реформистов третье, четвертое, пятое поколение реформистов, ответ нет. Так как сама идея реформизма, она приводит к тому, что люди оставляют свой народ, женятся на неевреях, то нет такого понятия, то есть те реформисты, которые сегодня там борются здесь в государстве, вне его, за какие-то там идеи свои, и их дети, они не реформисты, они не евреи. Может быть, те, кто еще мама еврея, каким-то образом, то они по сути евреи, но в своей жизни они обстоят, как сказано здесь, отсечена, они обрезаны мужского пола, которое они берут по своей крайней плоти, отсечена будет его душа от народа своего. То есть это люди, которые отсекают себя от народа, то есть они, это, как сказать по-русски, ассимиляция. Они ассимилируют полностью, женятся с неевреями, ничего не соблюдают. Это не, что они ассимилируют с евреями, только они не соблюдают. Все. То есть когда мы говорим про сегодня, что есть попытка реформистов там завладеть котылем, завладеть главным равнинатом Израиля, завладеть идеей кашрута, религии здесь, гиуров и шабатов в Израиле, и вообще стать здесь как бы движением, которые там все так далее, то речь идет, люди забывают, как бы фокусируются на соблюдающий, не соблюдающий, религиозный, не религиозный, ты там, не знаю, тебя это, заповеди тебя там сковывают, не сковывают. Это вообще не вопрос. Нужно посмотреть на результат. Люди, которые соблюдают заповеди, они остаются евреями. Люди, которые не соблюдают заповеди, они становятся не евреями. Поэтому, когда мы сегодня смотрим, да, Бару Хашем, что у нас в государстве есть много соблюдающих евреев и большую заслугу, нужно сказать, ортодоксальной общине, которая соблюдает. Потому что, если бы не она, то мы видим, что сегодня, к чему приходит нас светская взгляд на вещи, да, что это государство, хотят сделать государство всех его граждан, то есть, как бы любого гражданина, это интернациональное государство. То есть, еврей, который отсекает себя от заповедей, это не, он остается евреям нерелигиозным. В итоге, он приходит вне Израиля, это реформизм вообще, как бы полная ассимиляция. А в Израиле, это попытка стереть всякое понятие, что он вообще народ, сделать это государство всех его граждан, как бы, да, сделать его интернациональным. То есть, единственная вещь, которую реформизм приносит, реформизм, я здесь имею ввиду и консерват, консерватизм, там, и все прочие. Это только, чисто лишь вопрос времени, когда каждый из них приходит к тому, что он идет против Торы. Да, если мы смотрим на результат, то это результат, нет народа. То есть, поэтому мы говорим здесь такой вопрос, если мы хотим, чтобы у нас был народ, и наше государство было еврейским государством, то нет другого выбора, как, чтобы Тора, заповеди, да, и культура святости была нашей национальной идеей. Любая другая идея, она автоматически стирает наш народ. Поэтому, если мы говорим про такое понятие, как сегодня говорят, кфеодатит, как сказать это по-русски, как бы, религиозное, что силы кого-то заставляют, как это сказать? Что силы кого-то заставляют соблюдать? Принуждают. Религиозное принуждение, такое, может быть, русские, естественно, массовые информации называются по-другому, называется кфеодатит, то есть, кого-то заставляют, так вот, не знаю, люди боятся, что религиозные там приставят всех соблюдать. Так ответ, действительно, нет никакого места к феодатит, да, этому религиозному принуждению. Никого силы не заставлять, нет такого места. Есть вопрос национальной безопасности. Если мы поймем, что соблюдение тора и заповеди, это, это и есть народ Израиля. Все, те, кто идет другой дорогой, это не, они остаются. Это вопрос только времени, еще одного, двух поколений, это стирание народа Израиля с земли, превращение этого места как в национальный, я знаю, развлекательный центр, туристический, это будет место, место интернациональных каких-то религий, культур, там, транс, шмансы и так далее, то, что происходит, народа Израиля здесь не будет. Это вопрос национальной безопасности. Поэтому, так же, как есть национальная безопасность, можно людей, которые, знают, там, есть предатели люди, там, и так далее, и государство их может заставлять, там, садить в тюрьмы, там, и так далее, что это вопрос национальной безопасности. Ты подвигаешь опасности все государство. Так и здесь, мы когда говорим про заповеди, это не игрушки, мы сейчас видим, что люди, которые отступают от путей Торы, если бы не религиозным государством, то это государство сегодня уже было интернациональным. Только теперь сегодня пытаются это сделать, потому что если религиозный, так этот процесс не так быстро происходит. Но кому важен народ Израиля, кто считает себя частью народа Израиля, кто видит, что народ Израиля уникальный, особенный и так далее, ему важное существование этого народа. Это вопрос национальной безопасности. Или у нас, теперь, может быть, там и тут будет еврей, который сегодня не соблюдает. Мы сейчас говорим про то, какой дух этого государства на сегодняшний момент. Мы проглашаем, что мы народ Танаха, мы народ Бога Живого. У нас Шаббат, не знаю, Кашрут, Рабану и так далее, они наши национальный дух. И может быть, пока, к сожалению, еще есть евреи отдельные, которые не понимают, что нужно соблюдать Шаббат, а не с кошерной. Но у нас Кашрут, он национальный, у нас рестораны в Шаббат не работают, супермаркеты закрыты, транспорт не ездит и так далее. Это вопрос национальной безопасности. Если мы этого не делаем, то это не вопрос религиозный, религиозный. От этого государства останется Хас Вашелом ничего. Как Раф Кук сам говорил в связи с его поддержкой, мы, по-моему, уже упоминали его эти вещи, привести поддержку к сионизму. Он сказал, что очень такую, как бы, как сказать, по-русски хариф, очень такую, как бы, жесткую такую фразу, что в сионизме не только нет силы оживить мертвый народ, но есть сила умертвить живой народ. Поэтому, если сионизм оставляет Тору, и государство оставляет Тору, то Хас Вашелом это вопрос национальной безопасности, что не будет государства Израиль. Поэтому мы, конечно, критикуемы то, что происходит, но мы за государство Израиль, мы с государством Израиль, и поэтому пытаемся спасти наше государство от происходящего. Поэтому я призываю вас, как бы, взглянуть новым взглядом на Тору и заповеди, да, и то, что мы говорим каждый вечер в молитве кем хаейну, что они наша жизнь, это действительно наша жизнь, это не афоризм такой, это не метафора, а не наша жизнь, мы едим в практике, евреи, которые оставляют Тору вне Израиля, они сразу автоматически женятся с ней в время, там уже следующий поколение чувствуется, с треформистами то же самое происходит. В Израиле это берет чуть больше времени, и если это, не дай Бог, эта община, которая, если дальше, она набирает какую-то критическую массу, то она сама провозглашает самоубийство, сделать это государство всех его граждан, то есть сделать его местом, как бы без национального духа и так далее. Поэтому я призываю и нас, прежде всего, людей соблюдающих, увидеть Тору и заповеди в таком аспекте, вспомнить, что мы царство коинов, мы государство такое, мы народ такой, Всевышний нас избрал всех народов, дал нам Тору, да, в этом народе, и с Божьей помощью такой взгляд, он и приведет к тому, что мы будем так объяснять, и так видеть заповеди, и тогда другие евреи, которые не собрались, вдруг увидят, что речь это не идет, что у тебя есть религиозный порыв, и ты хочешь его как-то реализовать, у меня этого порыва нет, или у каждого есть свой бог в сердце, такой маленький, у кого на груди иногда, я вижу здесь люди ходят, всякие туристы у них висят, есть разные формы, как у человека есть бог в сердце. А тема, она совершенно другая, это не бог в сердце, вопрос, или есть в мире народ Израиля. Каждому, кому важен народ Израиля, это не важно, ты соблюдаешь, или не соблюдаешь, ты должен прийти и бороться за то, чтобы в Израиле был национальный шаббат. Без Раташем, потом со временем мы объясним, покажем своим примером, объясним, почему важно соблюдать каждому еврею шаббат. Но сейчас речь идет не про каждого конкретного еврея, а еще по тому, что есть наше государство, каково национальный дух. С Божьей помощью мы все должны в этом укрепиться, все вы еще нас поддержат в этом деле. Шалом! Субтитры создавал DimaTorzok